Весь мир сейчас бьется в попытках управлять, весь медицинский, генетический мир бьется в попытках управлять стволовыми клетками. Я вам приводил пример, что мы регенерировали глаз, зубы, кишечники и так далее. Никто этого не делал никогда. Мы сделали первое. Это мы сделали с помощью программирования собственных стволовых клеток человека. Сейчас тратится сотни миллионов, а уже миллиарды долларов только в попытках, я вам говорил, в попытках программировать стволовые клетки. Синья Ямонако, японец, где-то пару лет назад он получил Нобелевскую премию за то, что он превратил клетки кожи, фибробласт, насколько я помню, в стволовые клетки. Ну, конечно, это успех. Одна клеточка на пять тысяч превратилась в стволовую, и это большой успех считается. Ну, хорошо, дали ему, молодец. Я ему пишу, что господин Ямонако, задача-то обратная стоит. Надо стволовую клетку запрограммировать, чтобы она дала тебе и костную клетку, и кардиомиоцит, и клетки эпителия кишечника, и кости, костные, аустиоциты и так далее. Если вы это сможете сделать, вот это вам 10 Нобелевских премий надо дать. Тишина, никаких ответов нету. Продолжается, значит, яма, дыра финансовая, куда складываются огромные деньги. Значит, генетики, биологи получили вот эту кормушку, примерно такую же, как была вот лет 10 тому назад, когда геном-человек, программа геном-человеков. Секвенировать геном-человеков, узнать последствия нуклеотидов ДНК, на это было потрачено около 30 миллиардов долларов. Когда секвенировали, значит, оказалось, что мы по генам ничем не отличаемся практически от нашей собственной кишечной палочки. Рабочий набор генов, он у всех организмов примерно одинаковый. Те гены, которые кодируют белки, они занимают один процент, примерно полтора, два, один процент. А остальные 99% считается мусором. 99% нашего генетического аппарата заняты так называемым мусорным ДНК, который якобы ничего не кодирует. Еще недавно ее называли мусорным, а сейчас стесняются. Понимаете, значит, почти все в нашем генетическом аппарате мусор. И только один процент, значит, синтезирует, отвечает за синтез дуков. Причем, что интересно, чем выше биосистема по своему эволюционному развитию, человек, например, да, по сравнению с другими, тем больше у него мусорная ДНК. Мы замусорим собственный генетический аппарат, получается. А вот такие простые системы, как бактерии и вирусы, у них очень мало. У вирусов вообще нет вот этой самой мусорной ДНК. Там только гены, которые отвечают за биосиндроз белков и РНК. Уже понятно, что это эволюционное приобретение, вот эти 99% так называемого мусора, это колоссальное эволюционное приобретение. А его обозвали мусором по безграмотности. Мы не понимаем, зачем эти 99%, значит, это мусор. На самом деле, там как раз основная часть генетического кодирования. Она кодирует на совершенно другом уровне. Она кодирует своими топологиями, то есть структурой, основная из которых является голограмма. То есть наши с вами вот эти избыточные ДНК, вот этот хромосомный континуум 99%, который занимается тем, что он кодирует на голографическом уровне. Спрашивает, зачем нам голограмма? А голограмма нам нужна для того, чтобы построить наш собственный организм. Для того, чтобы эмбрион, яйцеклетка оплодотворенная, зигота, стала развиваться и дала ручки, ножки, глазки, так сказать, и так далее, и так далее, она должна знать, куда в пространстве построить, так сказать, вещество клеточное. Для этого существуют вот эти разметочные поля физические, которые даются голограммой. Голограмма задает пространственно-временную структуру будущего организма. Это не означает, что в оплодотворенной яйцеклетке сидит маленький человечек, как считали в средние века, гомункулюс такой. Вот он маленький, а потом он раз и большой стал. Но в этой идее наивной есть часть правды. Значит, голограмма не сразу задает целиком образ человека, например, или животного, или растения, и так далее. Для бактерий, для вирусов этого не надо. Для высших биосистем, у которых там миллиарды клеток, которые надо организовать в пространстве времени, в процессе развития эмбриона, ему нужны разметочные структуры. И вот по мере того, как он развивается, возникает голографическая структура, которая говорит, ага, вот сюда ты должен направить клетки, чтобы выстроить глаз. А сюда ты должен направить клетки для того, чтобы вырастить руку, ногу, нос и так далее. Значит, что и кто это делает? Это делают голограммы. А голографическая память, как один из видов памяти, она показана очень хорошо, и в том числе и нами. Мы подтвердили эксперимент Адаменко, тоже наш ученый, который в свое время получил так называемый фонтонный листовой эффект. Это как раз демонстрация голографичности. Взять лист растения, обрезать часть листа и вставить этот обрезанный лист между двумя электродами и дать высокочастотное поле. И тогда возникает такой искрящийся образ листа. Если ты правильно подобрал условия, частоты правильно подобрал, то ты получаешь изображение целого листа, хотя часть у него обрезана. Вот она, фантомная память. Видов фантомной памяти много. Это целое семейство фантомов, в том числе и голографические фантомы, понимаете, которые задают пространственную временную структуру биосистеме. Почему мы говорим, что это язык? Потому что вот мы поставили эксперименты, которые показывают факт контекстной ориентации при биосинтезе белков. То есть когда идет синтез белка и рибосомы, которые синтезируют, так сказать, этот белок, они прочитывают именно текст. Не просто там последовательность нуклеотидов, именно текст. Потому что в этом тексте есть информация, целостная информация, которая дает нам возможность, и рибосоме дает возможность генетическому аппарату в целом дает возможность амонимические кадоны трактовать, то есть неоднозначные. Это признак как раз лингвистичности, речеподобности ДНК. И тексты языков человека, и тексты ДНК обладают одной и той же фрактальной структурой, понимаете? Когда часть отображает целое, и они связаны между собой. Это вот атрибут текстовости, фрактальность. И мы ставили эксперименты такие математические, где мы показывали, что да, значит, если вы берете определенные, так сказать, части речи, например, предлоги, и определенным образом выстраиваете их в такой четырехугольник, где там эти присутствуют, on it by the, например, английский язык изучаете, да? И потом определенным образом анализируете текст, вылавливая вот эти предлоги, то у вас получается фрактальная картинка, повторяющаяся такие четырехугольники. То же самое относится, оказывается, и к молекулам ДНК. В этом уже видно родство, что и там тексты, наши тексты, естественные человеческие тексты и генетические тексты имеют одну и ту же математическую структуру, фрактальную. А что из себя на самом деле представляет этот язык, он является неким вселенским эсперанто. Вот сейчас забыто это понятие эсперанто, такой как бы универсальный язык для всего человечества. Так вот ДНК – это эсперанто, космическое эсперанто, где записана информация для всех. И она понятна всем биосистемам. Любая биосистема содержит ДНК, содержит гены, содержит вот этот, так называемый, мусорный ДНК в разных количествах. Так что это вот текст, который является божественным, если хотите, что это божественный текст. Кем написан, мы не знаем.